спасибо уважаемые коллеги я прошу пожалуйста кто-нибудь поставьте огонечек если меня слышно если не слышно напишите в чат да вижу спасибо вам большое итак добрый день меня зовут ольга николаевна комарова я учитель начальных классов московской школы номер 17 48 и свой профессиональный пусть я начала достаточно давно может сравнение конечно с кем-то из вас не так давно двухтысячного года я тружусь в области начального образования и сегодня мы с вами поговорим об эффективных приемов формирования читательской грамотности младших школьников я вас прошу если вы услышите музыку а вы скорее всего в течение часа и услышите это будет звонок не обращайте внимание мы сделаем небольшую паузу потому что я сейчас как многие из вас наверно нахожусь пока в школе не пугается отключать звонки ради моего вебинара конечно же никто не станет поэтому тогда сделаем паузам и можем немножко размяться в течение половинки минутки до презентацию дорогие коллеги можете скачать она для скачивания вам доступна и мы с вами начинаем поговорим сегодня о читательской грамотности ученика 21 века о традициях о вызовах о потенциале нашего стандарта начального образования для повышения читательской грамотности конечно же то ради чего мы собрались рассмотрим некоторые приемы формирования читательской грамотности младших школьников и познакомиться с эффективными ресурсами достижения высоких а каких же еще планируемых результатов конечно коллеги я покажу часть приемов возможно какие-то из них вам знакомо как недавно мне сказали слушатели в калининграде надо же я тут увидела прием о котором я совсем и забыла какие-то будут для вас новыми я уверена что что-то обязательно пригодится вам в работе поможет достичь высоких образовательных результатов но говоря о текущей ситуации о читательской грамотности младшего школьника 21 века не могла не поделиться вот такой картинкой из интернета мои родители запрещали мне читать лежа своим детям я разрешаю читать даже стоя на голове но они все равно не читают к сожалению это главный наш с вами профессиональный вызов сейчас наверное не читающие дети и вот это исходная точка от которой мы сегодня с вами и начнем наш разговор и если сравнить современного ученика начальной школы безусловно ребенок цифрового века у которого масса иных интересов и то что чтение не входит в круг этих интересов по сравнению с учениками прошлых лет десятилетий прошлого столетия даже можем мы сейчас уже сказать и является наверное основы тех проблем которые мы с вами получаем встречаясь с каждым выпуском наших дорогих учеников и те трудности с которыми мы сталкиваемся я думаю что каждый из вас сейчас кивнет да хорошо нам знакомы эти трудности нам ребята демонстрируют прежде всего конечно обидно нам бывает дано при проведении диагностических работ но и ежедневное наше с вами наблюдение мониторинг показывает что сложно ребятам дать точные ответы с опоры на текст хотя в задании зачастую чаще всего сказано опираясь на текст основываясь на тексте в тексте сказано что но ребята эти точные ответы из текста вычленять к сожалению не все умеют трудности в том что ребята часто не умеют разграничить то что они знают вообще в жизни опоры на свой кругозор это что они сейчас вот с помощью этого текста получили как новую информацию сложности когда есть под вопросы например да приведи два примера практика показывает что приводит один или тот же самый пример но иными словами а затруднение формулирование объяснений объясни почему землю в песок например да нужно насыпать слоями и когда это только что было в тексте когда дан вопрос на который нужно дать развернутый ответ ребята тоже теряются к сожалению но это связано еще с недостаточным уровнем развития связанной речи в целом да не только письменной речи но и устной поэтому наш урок литературного чтения как и другие предметы на которых мы говорим о формировании и читательских умений связанной речи да зачастую переходит в такое постоянное побуждение к диалогу когда мы просим сказать точно сказать полной фразы ребятам это дается тяжело эта проблема нынешнего поколения ребята слушатели но не говорящие ребята наблюдатели но не те активные деятельности каких мы хотим в силу и требований нашего с вами стандарта начального образования самостоятельное суждение в свободной форме опять же да открытый вопрос вызывают сложности формализм в ответ зачастую ребята переписывают вопрос не вдаваясь в подробности вы сами все эти сложности знаете и конечно сложности чтения главная сложность вот та картинка с которой я начала для младших школьников большому нашего с вами коллеги сожалению чтение не является желанной деятельностью а то что мы с вами говорим на уроках ежедневно что чтение это необходимая деятельность культурного человека тоже не всегда находит отражение в сердцах наших учеников а если ребята и читают выбор книг сожалению достаточно спуден читают о большей части приключенческую литературу фантастическую но хорошо что читают когда читают говорим мы с вами и опять же почему потому что динамичный сюжет а наши ребята привыкли к динамичному развитию событий и в мультфильмах современных и в детских в комиксах программах играх везде динамичное развитие сюжета и именно к такому они привыкли другую литературу читать им становится сейчас тяжело ну и конечно эпоха современных информационных технологий особый тип культуры породила которые аудиовизуальные средства подчиняют себе текст язык интернета сленга воспрессованной и язык литературный становится для ребят зачастую непонятным и скучным они могут сказать кратко могут сказать сленга вон да и когда они видят в тексте литературный правильный язык он им кажется недостаточно интересным наш с вами часто боль всероссийской проверочной работы когда требуется анализ содержания текста его интерпретация признак преобразование в знаковая форма в таблицу модель схему тут даже успешные ученики делают ошибки и затруднений при прочтении задания то есть мы знаем что если ребенок прочитал прочитал с ошибками он и понял с ошибками и выполнил ну так как понял и вот а проблема на которой хочу обратить ваше внимание она наверное не так явно связано с нашей сегодняшней темы но мы знаем что она существует это отсутствие критичности восприятие информационного потока если ребенок прочитал в каком-то источнике информацию значит он этой информации поверил это конечно тема другой отдельной встречи формирование критичности восприятия информации но тем не менее не можем не отразить эту проблему если что мы говорим о сложностях и если сравнивать текущий стандарт стандарт последний 21 года по которому мы сейчас с вами трудимся и стандарт предыдущий 2009 года мы с вами видим что именно проблеме формирования читательской грамотности уделено большое внимание потому что если да много много было сказано стандарт 2009 года а и уделено внимание литературному чтению и чтение разных видов ознакомительные изучающие и выборочное поисковое умение осознанно воспринимать и оценивать содержание то есть о работе содержания мы говорим с вами давно более 10 лет и необходимая уровень читательской компетентности все таки мы говорили с вами до его формирование но мы видим что недостаточно нам было этих возможностей этих требований и смысловое чтение разных типов и жанров тоже об этом уже говорились но проблема не решена и именно поэтому стандарте 21 года большое внимание уделено мотивации систематическому чтению и слушанию художественной литературы произведений особенно произведение устного народного творчества то есть все таки заговорили о мотивации на высоком уровне понимая что это ключевая проблема недостаточный уровень мотивации овладение техникой смыслового чтения вслух вот об этом уже идет более конкретный разговор работа с информацией то о чем мы сегодня обязательно с вами будем говорить я позволю себе пробежаться кратко по этим слайдам потому что основной у нас с вами впереди анализ информации причем и текстовый и видео и графический то есть говорится о том что нужно усилить эту работу соответственно с учебной задачи ну и если говорить о формировании наших с вами любимых и известных универсальных учебных действий то как раз предмет чтения учебный предмет чтения является тем полем где с помощью работы на уроке мы можем формировать и личностные и регулятивные познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия предлагаю ребятам различные типы заданий и таким образом формируются вот данные умения мы с вами более конкретно сегодня опять же об этом будем говорить но пускай у вас таблицы останутся потому что как ребенок если он твердо четко понимает из какой точки в какую точку он движется и какие проблемы какие вопросы он решает то он это делает более четко более конкретно и более ему это понятно так и нам с вами понимать из какой точки в какую мы движемся необходимо опираться на те планируемые результаты которые помнить про них которые мы хотим достичь необходимо конечно помнить и про документы наши с вами основные и программы и стандарт иначе мы в своем творчестве можем далеко уйти а мы с вами все люди творческие да все таки у нас есть рамки которыми мы ограничены и которым мы следуем поэтому вот эти слайды для вас как напоминание и а то о чем мы с вами сегодня говорим это термин функциональная грамотность он в языке уже очень давно существует еще в 1957 году на западе он появился как совокупность умений читать и писать для ликвидации безграмотности взрослого населения мы с вами помню что в истории нашей страны существовал такой термин как ликвидация безграмотности взрослого населения и применялось основном к взрослому населению и ассоциировалась функциональная грамотность с использованием приобретенных знаний в жизни то сейчас современное понятие это цитата из нашего с вами федерального государственного образовательного стандарта это способность решать учебные и задачи и жизненные проблемы проблемные ситуации на основе тех сформированных универсальных способов действия которым мы занимаемся с вами ежедневно на наших уроках ну и для чего да чтобы быть готовым к взаимодействию с изменяющимся миром и вот поэтому как раз мы с вами сегодня говорим о читательской грамотности как о компоненте функциональной грамотности то есть мы говорим с вами что мы не говорим не про знания а про готовность взаимодействия с окружающим миром возможность решать учебные и жизненные задачи владение рефлексивными умениями сегодня немножко тоже мы с вами этого коснемся покажу несколько эффективных приемов и способ способность строить социальные отношения вот все это в совокупности то что сейчас называется функциональной грамотностью и работа коллеги с информацией как раз ключевая тема нашей встречи это четыре способности добываю что информацию да оцениваю ее применяю и готов к дальнейшему саморазвитию вот идеальная картина идеальный портрет ученика которым мы с вами должны стремиться и надеюсь что нам это удается да на протяжении наших с вами четырех лет начальная школа ну и мы с вами уже знаем давно звучит это словосочетание в поле начального образования функциональная грамотность состоит из компонентов предмет на это предметы начальной школы и интегративные вот как раз к ним относится наша читательская с вами грамотность их интегративная источность проявляется в том что на каждом предмете его внеурочной деятельности они у нас есть и посмотрите пожалуйста вот на таком слайде хорошо видно что эти интегративные компоненты переплетаются как кусочки пазла связаны между собой читательская грамотность не может существовать без информационной конечно без социальной и без коммуникативной поэтому вот взять четко читательскую грамотность и и где-то там отдельно сформировать конечно мы с вами не можем потому что мы все это формируем вместе поэтому сегодня мы поговорим немножко и о других видах грамотности функциональной тоже вот информационная до работа с информацией добываю оцениваю применяю мы видим здесь работу наших универсальных учебных действий и читательская мне очень близко определение выработанная лаборатория начального образования российской академии образования под руководством наталья федоровна виноградова сделано это было еще дом введение стандарта нашего начального образования текущего это потребность читательской деятельности целью успешной социализации дальнейшего саморазвития это готовность к смысловому чтению то есть восприятие письменных текстов анализу оценки то что мы с вами сегодня будем смотреть на примерах способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования соответственно с учебной задачи вот на этом и сегодня это именно определение я для себя опираюсь и вам тоже предлагаю потому что в моем понимании она прям вот цельная и охватывающая все сферы наши с вами профессиональной жизни касаясь вот осмыслового чтения примерной образовательной программы программе про смысловое чтение не буду опять же останавливаться вот хочу перейти уже к главному еще константин дмитриевич ушинский говорил что быстрота чтения должна развиваться сообразно с быстротой понимания если дитя читает быстрее чем может понимать значит читает как читает неосознанно бессознательно быстрота чтения придет сама с собой вместе с развитием понимания а в начале преподавания она ни к чему не пригодна и даже вредна и коллеги мы с вами это понимаем и прошли те времена когда мы только гнались за не только да конечно мы говорили и по внимание прочитанную тоже когда мы стремились повысить скорость чтения мы с вами понимаем что пусть ученик прочитает лучше медленнее но без ошибок и осмыслив то что он прочитает вот про это коллеги почему прошу помнить ну потому что нас с вами учили и в педагогическом училище и в педагогическом институте что скорость чтения это один из ключевых моментов я прекрасно помню свои песочные часы по которым я проверяла скорость чтения думаю что у вас тоже такие были а может быть даже и есть я свои храню потому что иногда полезно все-таки до сравнить и понять но не только скорость и конечно далеко не она нам важна группа действий составляющих смысловое чтение это восприятие текст интерпретация воспроизведения работа с деформированным текстом то что помните у нас с вами раньше работала только в поле предмета русский язык до развития речи работа с деформированным текстом да она осталась но и в другие предметные или же внеурочные наши с вами сфер мы тоже можем ее вводить почему да потому что деформированные тексты не только художественные они могут у нас быть и научными познавательными да и проведя эту работу где-то несколько минут ей уделив мы тоже решим вопрос формирования именно читательской грамотности и нахождение в тексте информации для различных для решения различных задач это та вершина который мы стремимся с вами все четыре года и если представить себе нас как программистов даже учитель сейчас это программист который закладывает головку ребенка определенные программы которые начинают там работать почему действие универсальное потому что на каждом предмете мы повторяем они закрепляются первая группа действий восприятия текста и очень важно коллеги вот эту установку на слушание в начале первого класса конечно потому что у нас еще большинство ребят приходят не читающие или же на чтение текста потом эту установку дать вот это ключевой момент когда мы ребят настраиваем и удержать эту установку как учебную задачу ребенок должен до конца слушания или чтения и вот коллеги последний пункт он очень важны потому что вообще с эмоциональными реакциями у нас сейчас так интересно в нашей работе ребят ну в силу того что сейчас и традиции воспитания в семье другие ребята позволяют себе различные эмоциональные реакции и зачастую они к сожалению не словесные да попробуйте показать ребятам картинку где будет какой-нибудь пушистый котенок они все скажут тогда примерно вы и там или как-то иначе наверняка вы с этим сталкивались увидели да а наша задача все-таки учить их до тому что ты испытываешь эмоции ты преобразуешь их в словесную форму и их описываешь и если у нас вопрос да какие чувства ты испытал значит нужно к этому вопросу подойти тоже серьезно потому что это эмоциональная реакция таких вопросов у нас много даже в учебнике на очень важно уметь ее описать но здесь я приведу пример из выступлений наталья федоровна виноградовым опять же дорог водитель лаборатории начального образования рао когда она рассказывала про урок где разбиралась басни струкоза и муравей учителя вдруг в конце спросила ребята а что мы почувствовали читая эту басню и ребята не смогли дать ответ на вопрос но потому что басни это не про почувствовали да это про события это про героев это про морально это не почувствовали и забавно заканчивался этот рассказ учительница но уже понимаешь она на открытом уроке куда-то не туда свернула обратилась девочки видимо к отличницы как маша ты ничего не почувствовала и маша с ужасом в глазах понимая что пора спасать любимого учителя сказала да жалко их всех то есть вот хотя бы тогда на самом деле конечно басни это не про почувствовали это про другое вот как раз то музыка которая вам обещала как раз пока перейдем со слайд на следующий слайд небольшая безминутка у нас с вами итак когда мы говорим о восприятии текста ребенок должен пройти прожить а вот эти этапы слежение за развитием событий почему важно настроить замотивировать на внимательное отношение к тексту к слушанию либо к чтению возникновение оценочных суждений то есть воспитательные возможности произведения например если это басни да здесь не про почувствовали мы здесь должны дать оценку и влияние результатов на личность слушателя только чему как раз нас и вопросы учебника часто приводит да и реализация его оценочных суждений вторая группа нахождение в тексте информации собственно для чего мы читаем да вот опять же здесь данные этапы формирования этого действия в голове у ребенка то есть прям те шажочки по которым мы должны с ними пройти определяем назначение текста характеризую особенности данного текста как тип учебный например или литературный литературный да определяю формулирую тему то что мы с вами умеем хорошо делать отвечая на вопросы по содержанию сравниваю различные тексты соответствует учебной задачи и хорошо если мы даем такие примеры где текст на одну и ту же тему данный литературный и научный да и ребятам он у них есть возможность сравнить вроде бы здесь и здесь например алисе да ну здесь художественный текст а здесь научный и вот такие задания тоже даем обязательно вот если мы идем по этим ступенечкам то это группа действия она формируется последовательно и понятно для ребенка и третье интерпретация то что у нас заложено как по планируемый результат например предположить содержание текста по заголовку или по теме учебника по иллюстрации мы можем подумать ребята че о чем может быть этот текст определить последовательность событий проанализировать текст и сформулировать главную мысль а характеризовать объект о котором идет речь на основе материала текста высказать свое отношение опять мы говорим да про эмоциональное восприятие и реакцию и доказать свое мнение примерами из текста и сейчас давайте на конкретных примерах вот один из приемов работы предположить содержание по заглавию все работа с заголовком очень интересная работа когда я эту работу провожу и учу ребят составлять заголовки самостоятельно к текстам то мы всегда говорим о том что заголовок должен быть краткий отражающий содержание но и таким чтобы интересно было этот текст прочитать например да какое содержание вот сейчас у меня второй класс какое содержание может скрываться таким названием страшный рассказ и мы действительно работаем так то есть не открывая книгу ребят ну понятно есть те кто уже всю эту книгу прочитал и с ними у нас договоренность ребят давайте послушаем остальных ты ты знаешь я знаю что же весь учебник прочитал да можно в это время дать карточку с заданием чтобы этому ребенку тоже было интересно да мы же имеем право дифференцировать свои задания и давать ребятам разное представить содержание математической задачи по ее названию ребят если у нас задача увеличиваем в два раза о чем она будет и каким будет решение уважаемые коллеги ведь математическая задача это тоже текст на материале которого мы можем заниматься формированием читательской грамотности смыслового чтения предположите какое содержание будет в тексте на тему японии стали на страна восходящего солнца ребята предположите какое содержание будет в тексте я специально оставила слово содержаться для вас да конечно соммулируйте по-другому чтобы было более точно для коллег которые потом скачают презентацию и смогут ей воспользоваться ребят традиционной религии россии как вы думаете какое содержание будет в этом тексте веселый писатель носов как вы думаете о чем будет этот текст загадки сюжета как интерпретация текста здесь прием чтения с продолжением ребята до текста вот мы сейчас будем с вами читать рассказ подумайте пожалуйста с какими событиями связано его название то есть даем это задание до прочтения текста здесь а мы сразу несколько задач решаем во первых позже об этом будет у нас другой уровень мотивации когда уже есть задание ну и во вторых все-таки учебная задача поставлена значит читать они будут очень очень внимательно чтобы ответить на этот вопрос прочитали одну часть например да остановились почему герой рассказа приняли участие в судьбе зайца обсудили пошли дальше прочитали следующую часть ответили на следующий вопрос вот такой такой чтение с продолжением позволяет нас держать ребята в рабочем тонусе то есть активная работа на уроке у нас происходит а потому что здесь каждый задействован иначе один будет читать другое в это время чем-то своим займется тут у каждого и он не знает когда вас не знает когда вы остановитесь зададите эти вопросы поэтому совсем другой уровень активность но и заинтересованность мы таким образом тоже коллеги с вами здесь формируем работа с информацией в тексте ребят прочитайте пожалуйста текст мы видим из инструкции что это задача что делает этот текст незавершенным мы с вами видим что здесь отсутствует что отсутствует здесь ответа в этой задачи и это полезно и с точки зрения предмета математика когда мы постоянно сто раз договорим условия вопрос решения ответ и все равно сложно бывает порой вопрос например увидеть да уж если он вначале задачи стоит или спрятан в середине вообще целая проблема а не в конце как они привыкли да но и конечно работать с информацией здесь тоже на этом примере мы формируем и самое главное пожалуй вот наверное ключевое что можно сказать про формирование смыслового чтения ребенок внимательно и качественно делает то что он понимает сравнивая опять ребенка с паровозиком можем сказать что когда у него есть рельсы и когда есть остановка от которой он отходит и следующие станции которые он движется это всегда понятно поэтому рекомендуется формировать читательскую грамотность на основе мотива а значит ставить цель чтения перед началом работы с какой целью мы сейчас будем читать или слушать потому что вот он как мы с вами привыкли и в учебниках еще не переработанных под новые стандарты как было в задании в любом до по любому предмету прочитайте и все дальше дается текст текст по литературному чтению или по чтению как у нас было раньше текст упражнений текст задач а потом уже после текста данное задание и вот доказано что это первичное прочтение она не является к сожалению результативным ребенок не будет считать внимательно кто-то конечно будет самый прилежный но не все будут читать внимательно если он не понимает зачем ему сейчас нужно это читать потому что как правило и дети по опыту уже знают что прочитав один раз просто прочитав потом получив вопрос мы еще и и раз и не раз вернемся и пусть кто-нибудь другой там прочитает а я в это время займусь более интересным делом да в коридор схожу прогуляюсь в окошко посмотрю портфель порезу что-нибудь там достану а вот если уже у нас а есть мотив дано задание то дети дети читают совсем по-другому осознанно вдумчиво внимательно то есть наша задача дать установку на осознанность давайте рассмотрим примера читая или слушая сказку ребят постарайтесь себе представить и и героев читая рассказ обратите внимание с чего начинается история читая текст обратите внимание на его главную мысль читая басни найдите в ней мораль читая рассказ обратите внимание на события подумай почему они произошли произошли тут уже отсылка до к логике причинно-следственные связи читая рассказ подумай могли ли произойти эти события в реальной жизни вот коллеги нас таких вопросов перед текстом очень и очень мало мы работаем с вами по разным учебно-методическим комплектом где-то больше где-то меньше где-то нету вовсе и нам не нужно все вопросы выводить на начало они не удержит только учебных задач одновременно но один или два вопроса поставить перед прочтением или слушаем мы можем и нужно необходимо это делать и вы когда начнете вы увидите насколько внимательнее ребята будут относиться к чтению до текста читая сказку обрати внимание на ее героев или найди ответ почему автор так назвал после текста не заглядывая в текста пиши героев а если мы до текста скажем что потом мы будем и задавать этот вопрос они будут очень внимательно им нужно будет описать почему по-разному разные вопросы да здесь он рассказ дом где дом это курица почему по-разному в одном и том же доме думают автора цыплята каком предложении спрятана главная мысль то есть послушайте внимательно вам нужно услышать понять где спрятана главным истами читайте разговор перед чтением вот уважаемые коллеги очень часто в наших учебниках этот разговор дан но недостаточно нам бывает порой то информация которая в учебнике почему да потому что чтобы прочесть и понять произведение определенной эпохи определенного автора нужно знать немножко больше тогда и почувствуешь немножко глубже поэтому вот эти разговоры перед чтением которые даны в наших учебниках очень важны но я бы советовал вам их разнообразить рассказать побольше пускай ребята уже в третьем четвертом классе они могут это сделать кто-то подготовит доклад о писателе о его действии разное есть нас в формации в учебниках повторяю ее очень мало а это вводит нас в ту атмосферу которая сейчас дальше будет там а в произведении да помогает чувствовать слышать понимать на другом немножко уровнем вот например когда мы работаем с произведениями устного народного творчества с русскими народными сказками с пословицами с поговорками я всегда применяю и студенты своих тоже ученик тоже уже это делают вижу на открытых уроках применяя вот такой прием ребята мы сейчас с вами начинаем работу с произведениями устного народного творчества давайте мы с вами сейчас представим что мы находимся не здесь не в классе не 21 веке что мы находимся в маленькой избушке деревянной за окном метет снег воет ветер а у нас с вами дарит печка мурлычет кутик бабушка сидит с вязанием и она сейчас будет рассказывать нам сказку ну коллеги здесь еще стоит сказать да и вы увидите как глазки у ребят изменится и они уже в ожидании этой сказки совсем по-другому будут и услышать важно здесь коллеги еще сказать вот о чем что сказки как и другие произведения сказки нужно сказывать не нужно читать их с листа пусть вы где-то замените какое-то слово потом они прочитают как нужно но будьте вот той рассказчицы той самой сказительницы которые сказывают эту сказку вы увидите другой уровень внимания у ваших ребят так же как когда мы с вами читаем стихи мы читаем первым вы можете включить конечно и запись да где артисты прочитают ничуть не хуже вас но именно голос первой учительницы вот тот контакт да та ниточка которую вы та волна которую вы посылаете вашим ребятам и совсем с другим вниманием они будут работать с вашим с этим произведением учебник вот посмотрите пожалуйста наш учебник инструмент работы наш ключевой в учебнике в начале каждого раздела всегда сказано о чем мы узнаем чему мы научимся вот эти тоже форзаться не надо игнорировать потому что именно в них заложено вот те рельсы по которым мы с ребятами будем двигаться иногда выполнив упражнение по любому предмету мы можем вернуться и посмотреть так вот здесь было сказано что мы узнаем вот мы это узнали даже галочку можно поставить здесь различные из наших учебников примеры из разных у мк я специально взяла как формируется что читательский мотив вот вот этот вот в различных на различных предметах и окружающий мир наш с вами знакомы муравей вопросик кто по этой программе работе и математика прочитай задачи и реши их вот это правильно поставленное задание различные другие работа с заголовком коллеги тоже как я уже сказала они немножко очень важно не открывая произведение ребят как вы думаете о чем может быть произведение которое названо веревочка пусть они вам дадут свои ответы тут уже каждая заинтересуется каждый захочет прочитать опять же если вы знаете что он прочитал просите его интригу да не нарушать у меня ребята говорили змея там да никто не сказал что скакалка прыгалки редко сейчас девочки прыгают скакалку тем интереснее было нам произведение читать но и конечно те произведения которые содержат огромное количество незнакомых слов посмотрите ведь в учебнике дано только автор учебника так считают да что дети не знают что такое на облачке не знаю что такое кушака не знаю что такое тулу на самом деле даже работа со студентами 20-летними я замечаю что и они не знаю то есть вот из этого всего до знаем слова зима коллеги в этом году ребята мне моим второклассники которые в прошлом году со мной уже работали с которым мы слово крестьянин неоднократно называли вдруг не смогли ответить кто это было ответ знаете какой тот кто крестит детей крестьянин тот кто крестит детей то есть здесь лексика для них совсем незнакомая а поэтому такие стихотворения мы проводим с ним подробную исследовательскую работу останавливаемся но даже простые слова которые есть нашем лексиконе часто ребятам и кажутся незнакомыми тоже опять же из практики вот наверняка у вас такие случаи тоже были и не один в этом году диктует там небольшую диктовку где было слово трубка проверяя я потом вижу что половина класса написали по трубке с буквой б но он проверяет они уже умеют парные согласны и то есть совершенно не задумываешься о том что слово трубка не подходит к данной ситуации описаны в тексте а что такое слово трубка как оказалось они никто из них не понял хотя знают слова тропинка вот из 30 человек в классе слово тропка не смог объяснить никто хотя это нормальные дети до обычные обыкновенные дети поэтому исследовательскую работу у меня прием работы такой у нас есть сигнальные карточки с одной стороны красный надо было взять из своего кабинета с другой стороны зеленый если ребята слышат незнакомое слово они поднимают красную карточку тем самым сигнализируем нет что надо остановиться и объяснить пару это слова которых я даже не ожидала услышать как незнакомое но делать это необходимо потому что тогда мы говорим о понимании того что мы читаем и вообще коллеги вот если мы даем только задание такие как прочитать текст ответь на вопросы перескажи текст этого безусловно мало здесь мы не выходим за рамки репродуктивной деятельности а значит не включаем те мыслительные процессы которые должны быть включены и поэтому работа и сейчас уже буду немножко сокращать чтобы успеть дам что-то останется у вас более подробно на презентации покажу лишь некоторые приемы и поэтому работая как с текстом так и с другими видами передачи информации нам необходимо включить все ресурсы ребенка чтобы он был внимательным чтобы он был активно чтобы голова заработала чтобы мыслительный процесс не останавливался потому что как говорил еще жан-жак руссок кто начал мыслить того не остановить нам нужно сделать этот процесс не останавливаемым а значит работая с иллюстрации которых полно тоже достаточно в наших учебниках и в дополнительных пособиях коллеги уходим от вопроса которому нас учили еще на студенческой скопе что изображено на картине это репродуктивный вопрос это вопрос неправильно они так все видят что у вас здесь изображено ваша задача поставить вопросы так чтобы они не пересказывали до бесконечности то что и так очевидно а чтоб каждый включил свою головку и начал думать вот от этого вопроса мы уходим какие же вопросы можно поставить ребят не надо мне сейчас рассказывать что здесь изображено каждый из вас и так это видит скажите какое время суток изобразил художник в каком месяце происходит действие можно ли догадаться о чем думает мальчик какие чувства у нас по того здесь то про чувство первый снег уных испытал подойдя как к окну как ты думаешь происходит действие в городской ли сельской местности и вот здесь уже каждый ребенок вам скажет расскажет что здесь изображено но скажет это очень детально и очень конкретно потому что эти вопросы побуждают более высокому уровню мышления чем просто пересказать то что и так очевидно здесь коллеги для вас еще примеры я оставила две картины и по любой иллюстрации мы можем также примеры придумать свои уходя от вопроса что изображено на картине работа с учебник но как я уже сказала учебник наш основной инструмент не много заложено учите ребят вот паровозик да движется по рельсам пользоваться инструментарием учебника у нас каждом учебнике инструментарий свой чтобы он точно понимал что сейчас от него нужно и коллеги вот эта таблица очень нужна и очень важна нам в работе планируя каждый свой урок мы с вами понимаем да традиционно так как нас с вами училищу когда мы были студентами эти уроки не были плохими но время требует от нас переход на другой уровень работы я не буду здесь останавливаться таблица у вас безусловно уже много отсюда знаете но что-то возможно и вспомните возьмете себе работу и коллеги но мы с вами уже говорили да а мотивация мотивация порождает деятельность а значит ведет к успеху очень важно каждый этап урока не только литературного чтения да и не только где мы снимаем читательская грамотность но вообще и в целом сопровождать не в конце рефлексию проводить а на каждом этапе ребят какую работу сейчас выполняли чему мы научились чтобы ребенок твердо понимал мы раскладывали апельсины на две тарелки потому что мы изучали состав числа мы читали текст учились определять типы текста искали главную мысль определяли характер героев и так далее да что помогал нам справиться с работой тоже важный вопрос и вот эти фразы я их лично для себя прям вывела на стенд они у нас есть и разрешено детям каждый каждую свою работу сопровождать комментарии сначала прямо не устно проговорили в первом классе сейчас уже привыкли уже так тихонечко так это я знаю хорошо недостаточно хорошо так в работе мне много удалось но вот в этом вопросе не совсем разобрался чтобы не испытывать затруднения я должен и что дальше должен делать другой уровень ответственности и получая любой текст печатный или же получая установку на слушание вот на это мы обязательно ребятам помогаем опираться тогда будет другой уровень осознанность а значит мы будем идти к цели которые ставят перед нами стандартно учить ребенка учить себя самостоятельно а значит и нейронная связь будет формироваться на другом уровне и мыслительная операция вот включены все да не только восприятие и допустим там пересказ ну и коллеги раз уж у нас есть действие которое необходимо формировать то нам необходим инструмент чтобы отслеживать этапы сформированности этого действия чтобы это формируемое умение оценить коллеги поставьте пожалуйста огонечек те кто уже знаком с проектом аналитик чтения и работает с этим проектом так есть у нас да есть у нас огонечки отлично значит а останавливаться вот так подробно для вас не нужно но а я все-таки расскажу то что меня вот в этом проекте можно позволить себе слово зацепила то что меня как учителя то что мне позволяет не просто анализировать наблюдать да а оценивать измерять уровень сформированности читательской грамотности потому что проект а позволяет как провести диагностику мониторинг так и пойти дальше субъектного индивидуальному подходу к обучению а значит сформировать индивидуальные маршруты и диагностики и решение проблем для каждого ребенка есть возможность сформировать проанализировать читательскую грамотно читательские компетенции младших школьников по уровням и здесь речь не идет о классе мы говорим об индивидуальном подходе то есть мы можем увидеть уровень каждого ребенка и проследить его траекторию развития от начала наших диагностик и дальше 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 и тем самым простраивая индивидуальный маршрут решения проблемы сейчас очень важно что ребята у нас очень разные и мы давно с вами 2009 года отказались от средней температуры по больнице до от понятия средние по классу нас мониторинг каждого здесь как раз инструменты для этого есть мы можем тексты как брать отсюда сайта так и свои тексты добавлять и вот свои тексты проверять по сложности по читабельности и по тем критериям является ли этот текст имеет ли он непосредственную связь уровень сформированности навыка чтения да ну вот это для меня пожалуй основное да то есть мы можем свой текст здесь проверить основное для меня что что каждого ученика мы можем продиагностировать на месте пути решения можем а и пользоваться инструментами сайта можем и свои тексты помещать на сайт и проверять насколько они вообще соответствуют нашим целям да вот был у вас qr-код на экране вот здесь также есть обратная связь а я передаю микрофон передаю слово я не вижу нет у вас вопросов да коллеги но если они у вас появятся то вы пожалуйста есть у вас еще возможность их записать и чтобы мы ответили и или не тогда передаю слово вам и расскажите пожалуйста более подробно потому что я являюсь просто пользователем учителем который так же как и многие из вас пользуются этим инструментом этими возможностями да но хотелось бы вот более профессиональный взгляд от представителя услышите возможно сейчас что-то для себя мы еще возьмем в работу очень на коллеги я хочу пригласить вас посмотреть на сайте рит аналитик программный комплекс аналитик чтения он сделан именно в помощь учителю который занимается развитием читательской грамотностью учащихся в чем помощь этого аналитика она заключается в том что диагностику и мониторинг вы можете провести с помощью программного комплекса поскольку это программный комплекс сама диагностика может идти проходить тоже в автоматический обработка результатов в автоматическом режиме здесь множество текстов и вопросы к ним и вам нужно будет только отметить правильно или неправильно ответили дети и результаты тестирования будут храниться в базе данных аналитика чтения есть еще такая фишка ну или сервис правильнее сказать это возможность записывать на делать сохранять аудиозапись в чтении ребенка и в дальнейшем использовать эту аудиозапись для того чтобы и самому ставить цели развития читательской грамотности учащихся и чтобы сам ученик тоже мог послушать себя вместе с родителями дома не торопясь и тоже поставить свои ученические цели развития собственных умения читать для того чтобы пользоваться аналитиком вот вы можете присоединиться к нашему телеграм-каналу здесь тоже есть ссылочки я даже вижу кто-то уже это сделал и в таком случае вы получите возможность льготного периода использования аналитика чтения для того чтобы в полной мере и работать в аналитике я попрошу всех участников группы полностью сообщить почтовый адрес школы в которой вы работаете с индексом и вышлю вам индивидуальный регистрационный код который вы будете использовать при регистрации на сайте вот а для того чтобы для того чтобы вы видели для чего вы присоединяйтесь к этой группе да я вам я вас хочу пригласить во первых на курсы вы получите видеозаписи всех наших вебинаров и сами попробуйте протестировать своих учеников получите практические задания выполните и таким образом защитите свой индивидуальный проект и кроме того я приглашаю вас на принять участие в межрегиональном сетевом событии истории читательского успеха но подробнее мы расскажем об этом телеграм-канале присоединяйтесь это ресурс который поможет работающему учителю и увидеть свою работу систематизировать ее и представить ее ну для представить ее для родителей как вы работаете с детьми в направлении как раз развития читательской грамотности представить для коллег на своих семинарах на аттестации мы специально существуем для того чтобы вам в этом помочь вот я все сказала Ольга Николаевна Татьяна да уважаемые коллеги я в свою очередь скажу что пользуюсь и ресурсом и в телеграм-канале и действительно понимаем с вами что это и внутренне наше такое ну внутренне наша потребность постоянно повышать свой уровень и требования времени потому что курс повышения квалификации нам с вами нужны для подтверждения нашей категории ну и узнать что-то новое всегда полезно бывает поэтому коллеги да я тоже как практикующий учитель приглашаю вас присоединиться и если говорить языком цитата наверное сейчас мы живем в тех условиях которые можно характеризовать когда дует ветер перемен ставь не стены а паруса и вот как раз проект аналитик чтения является тем парусом который поможет нам чувствовать себя более уверенно в поле формирования читательской грамотности младшего школьника потому что ну это сейчас мы с вами да посмотрели требования стандарта и требования наших текущих реалий да и в общем то понимать как вот тот паровозик ребенок да и с какой точки в какой мы движемся с каждым нашим учеником пусть у нас даже их 30 40 и больше поэтому коллеги присоединяйтесь я думаю что присоединившись вы уже не сможете уйти а будете пользоваться возможностями и повышать свою профессиональную свой профессиональный уровень коллеги я благодарю вас за внимание я надеюсь что хотя бы небольшую часть того о чем мы сегодня говорили вы возьмете себе в работу ну и до встречи с вами в телеграм канале аналитик чтение присоединяйтесь заходите на сайт пробуйте замечательный ресурс я думаю что вы останетесь ну вот то что называется профессиональной удовлетворенностью да довольны потому что действительно очень облегчает нам с вами жизнь ресурс спасибо вам за внимание спасибо за то что были с вами я вам желаю успехов в вашей работе я вам желаю чтобы кроме работы у вас обязательно было то что является составляющими вашего женского счастья ну или есть с нами представителя сильного пола значит вашего счастья сильного да ну и пусть в год педагога наставника все таки нам с вами и в работе будет легче я надеюсь что сегодня какие то паруса вы свою работу хорошую получили спасибо вам за внимание